В своём недавнем видео ЦИК подтвердили о изменениях в системе разработки, чтобы выпускаемые фичи были не только протестированы в Сквадроне 42, но и обрастали, так сказать, мясом перед тем, как попасть на прилавки лайф-серверов постоянной вселенной Star Citizen. Сразу стало понятно, что это иной, негибкий подход в разработке и неминуемо вызовет волну переносов на дорожной карте. Здрасте, господа. Итак, Альфа 3.15 получила обновление для модуля Арены Коммандер. В частности, речь про окно статистики, которое теперь поддерживает технологию Building Block. Да-да, опять интерфейсы. В карточке говорится, что игроки в реальном времени смогут получить доступ к информации о позиции, никам, рангу, очкам и другой смертоубийственной статистике. Если говорить в целом о изменении Арены Коммандер, то здесь вырисовывается новое обновление. Правда, любителям этого модуля придется подождать ровно до патча 3.18, а это лето следующего года. Речь про изменение и ребаланс таких испытаний, как Pirate Swarm и Vandu Swarm. По уже древней сложившейся традиции, нас ждет очередные тесты, уже готовых к тому моменту фич, напрямую связанных с боем и поведением NPC. Если же мы говорим о 3.18, который пока образовался от осколков других патчей, то туда же переехал и FPS радары сканинг. Да, он должен был появиться уже в следующем месяце, но как и было очевидно, разработчики решили, что эта фича могла стать как те нововведения в виде перетащить телегу. Так вот, чтобы этого как раз избежать, и было принято решение о переносе сразу на 9 месяцев вперед. В таком случае мы можем рассчитывать на что-то более вменяемое с различным контентом, который в основном, как мне кажется, будет раскрыт в ПВЕ-миссиях. О следующем переносе можно говорить как о незначительном на общем фоне. Это карточка Эктор Фича EVA-T2. Введение в скафандры игроков топлива для перемещения в космическое пространство по системе IPCS с применением не только мультитула, но и отталкивание от объектов и толкание их в нулевой гравитации. Что же ждать от этих нововведений? Ну, да все просто более хардкорного перемещения вашего персонажа в космосе, особенно когда у вас закончится топливо. В таком случае, если рядом нет вашего корабля, а у вас в кармане не затесался трактор BIM, то вы автоматически превратитесь в ту самую Сандру Буллок из гравитации. Будете парить до тех пор, пока вас не подберут ваши товарищи или работорговцы. Именно подобных вещей можно ожидать от системы, которую перенесли практически на один год. Что из этого родится, будем посмотреть. А вот чем я действительно расстроен, так это зарядом для орудий и карточкой веселого резака, как я ее называю. Тут они и вовсе покинули дорожную карту, правда временно, пока разработчики не определятся с расписанием для этих фич. Именно эти фич могли бы придать более интересные геймплейные особенности, как, например, вскрывание замков, в том числе кораблей, спасение людей и не только. Но, увы, ждем их появления в дорожной карте. Важным для уже скорого обновления становится менеджер активов и медицина, которую частично нам продемонстрировали в прошедшем инсайде. О последнем говорим уже завтра в Citizen News итоги недели, а пока поговорим про менеджер ассетов. Наконец у нас с вами не будет некого портала в четвертое измерение, куда мы могли складывать все наши покупки. Наши сотни медпенов, десятки громоздных доспехов, оружий. Теперь все это будет храниться в определенных зонах, которые будут иметь свою емкость. Что еще из интересного? Орисон уже спустя три месяца после релиза получит дополнительные локации. Магазин тюнинга кораблей и шоурум. А вот третья локация не анонсирована, и это станет площадкой для аэрокосмической выставки. Какая она будет? Лично я рассчитываю видеть ее под открытым небом, чтобы не приходилось спускаться в какие-то бункеры нахреново кто знает подземный уровень какой. Орисон это пространство и свобода, и значит, что разработчикам придется доказать в очередной раз свою состоятельность в дизайне помещений. Возвращаясь к локациям, давайте вспомним, что игроков также ждет расширение карт для Арины Командер. Это не только их редизайн, но и ресайз, в котором будет и множество объектов, и что самое главное, огромные пространства, которые раньше были большой проблемой для некоторых игроков. Также в новом апдейте лут и возможность лутания трупов. Здесь вообще все очень круто. Так мы с минимум инвентаря сможем взять миссию на очистку бункера, и убив туповатых ботов, налутать себе на первоначальную броню, и возможно еще что-то ценное. Это, я считаю, замечательное изменение Star Citizen спустя несколько лет. И если говорить о кораблях и их функциях, то мы получаем и уже гарантированно Ресы, Инферно и Айон с их богоподобными стволами седьмого размера, а два, и что самое главное, возможности бомбометания. Я уверен, что разработчики дадут возможность метать бомбы не только с основного бомбардировщика, но и создадут специальные внешние рэки для крепления авиабомб, например, к Гладиусу и другим истребителям. К сожалению, я боюсь, что нам придется подождать, пока не появится нужная инфраструктура, по которой можно будет провести бомбометание. Особенно если речь идет про систему разрушаемости. Не парьтесь насчет того, как же метать. Разработчики введут специальный режим оператора бомб, по крайней мере для корабля А2. Если вы разочарованы так же, как я, то, увы, некоторые фичи я ждал уже этой осенью. Но будем надеяться, что эти необходимые сдвиги станут только на руку, и дизайнеры получат в свое распоряжение больше возможностей. Что вы думаете о новом виде дорожной карты? Я хотел бы увидеть ваши комментарии, пишите свои мысли. А у меня на этом все. Уже завтра следите за релизом Citizen News итоги недели. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Заглядывайте к нам в Дискорд. Все ссылки актуальны в описании под видео.